Несмотря на то, что глобализация позволяет гениальным идеям рождаться в разных уголках планеты, лидирующее место в сфере дизайна интерьера по-прежнему занимает Италия. Именно здесь, в Милане, в 56-й раз проходит крупнейшая в мире выставка мебели и декора салона Дель Мобили. Третий год подряд экспозицию посещают специалисты челябинской дизайн-студии «Инсомни». О тенденциях интерьерной моды рассказывает дизайнер Валерия Стенникова. В тренде стиль mid-century, то есть вот такой отсыл к прошлому, плавные формы, такие а-ля 60-е, 70-е годы. Это стиль такой на любителя. Полированные комоды, мебель на деревянных тонких ножках, какие-то формы плавные, закругленные. Потом ножки, которые перетекают под локотник. Я бы сказала, что лофт уже отмирает в мире дизайна именно. Он популярен, потому что его достаточно просто сделать. И чтобы он был интересен и не скучен, очень важно, на мой взгляд, смешать его с каким-то еще стилем. Пудровые оттенки, все цвета розового, от пепельного, пудрового до серого, холодного, розового. Цвета гринери, цвет года, в этом году от понтон. И его все оттенки бирюзовые, зеленые, дымчатые, которые год в тренде. Джунгли, тропики, это в украшении можно проследить. По тканям встречается вот рогожка, мелкая соль, перец, вот такой принт. И еще популярна, вот она только в этом году появилась, в том году мы не видели этого на выставке, всевозможные тиснения именно из кожи. Современные диваны, они так, как были, они так и остаются. Просто дорабатываются какие-то отделки, дополнительные строчки, фактуры, меняются цвета, немножечко увеличивается посадочное место. Ну, вот сейчас, допустим, это в тренде. То есть диван стандартный, глубиной 90, либо метр, сейчас его делают там метра 20. Диван разукрашивают в различные цвета. То есть, если это модульный диван, допустим, бежевого цвета, и секции этого дивана могут быть бежевого, коричневого, с каким-то принтом. То есть, он по форме, он абсолютно такой же, но меняется именно его фактура, его деталировка. Диван должен быть один, а кресла должны быть обязательно из другой оперы. Но они будут сочетаться, на них ставится также акцент. То есть, вы диван можете купить не такой дорогой, но потратиться на именно классное дизайнерское кресло, которое будет ярким пятном и акцентом в вашей гостиной или спальне также. Сейчас в моде раскладушки. Это такой тренд. То есть, роскошные, классные, из дорогой кожи раскладушки, или их еще называют day bed. Вот везде, на стендах, релаксовые, красивые, в различных формах, интерпретациях. То есть, они вот, вот они появились. На этой выставке мы технологии можем проследить именно в отделе света. Очень маленькие точечные светильники, именно и светодиодные светильники. То есть, какие-то подсветки, они просто мизерные. Порядка там двух сантиметров в диаметре. И направление света очень разное. То есть, идет игра на дуновение ветра. То есть, они легкие, тоненькие светильники, которые создают определенный силуэт на стене, либо на полу. То есть, именно сценарий освещения, как инсталляция. Всех поразил Артур Альварес со своей световой композицией, где были из сетки сделаны силуэты людей, лица. И на них был направлен источник света. Они просто раскачивались от отхождения людей вокруг. Сейчас уже не модно вешать одну маленькую люстру. То есть, из них составляются целые композиции, которые могут украсить площадь до 50 квадратов. Люстры, как искусство, как бусы, как гирлянды, новые коллекции. То есть, это из разных плафонов состоящие люстры. Нас очень забавила коллекция украшений, аксессуаров на стенах. Такая юмористическая, можно сказать. То есть, это торчащие руки, каблуки. Каблуки в виде ножек на тумбочке, на креслах. Какие-то собачьи мордашки, сердечки. И все это используем в роли бумагодержателя в туалете или какого-то кронштейна, крючка. Маленькая достаточно экспозиция была, но очень много вот этих вот маленьких элементов. Принято менять интерьер относительно сезона времени года. То есть, к лету это классическая смена текстиля. Это портьеры, можно поменять подушки, какие-то обивки. Заменить, допустим, вазы, салфетки на столе. И интерьер уже будет смотреться по-новому. А кардинально от интерьера обычно устают, и ремонт уже поднадоедает. И становится не таким свежим, как хотелось бы, порядка 7 лет.